День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну и в нашей студии пополнений, вообще в нашем радиоэфире добавляются голоса. Олег Пекалисандр Шунин по-прежнему в эфире, но мы также приветствуем директора Рижского русского театра имени Чехова Дану Бьерк. Здравствуйте, Дана. Дана у нас по телефону. Доброе утро. Доброе утро. И также актер Рижского русского театра имени Чехова Игоря Чернявского. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Приятнейший повод для встречи, действительно, номинации на, я бы сказал, наш латвийский театральный Оскар. Это действительно отмечаются все лучшие постановки года с Пелменю Накц и то, что оказались в номинациях. Здорово. И хотелось бы узнать подробности, каким образом вы оцениваете действительно эти номинации, как какой-то вот, мы все знаем, что все время говорят о том, что да, вот необходима интеграция общества, мы как бы сегрегированы. И вот это вот включение в общий такой культурный диалог, поскольку мы видим, что эта номинация как бы, ну вот театральная, она включает, приглашает вот признание и заслуг русского театра, русскоязычного театра в Латвии, она насколько для обважна? Мы дадим слово, наверное, директору театру для начала, да? Да. Конечно, это для нас очень важно. Это непростое время, в которое мы живем, когда русская культура должна себя защищать, быть номинированными, и нам оказана большая честь и внимание нашему театру. В этом году у нас пять больших номинаций, это четыре номинации как лучшие актеры, лучшие актисы года, Игорь Якович Чернявский, Яков Брамович Рафальсон, Катя Салова, Дану Йорк, и спектакль «Айболит» как лучшие спектакли для детей. Это большие названия, громкие названия номинаций. И мы, конечно же, очень рады, что Юлия в этом году нас увидела, оценила. И для нас это особо большая радость, потому что быть признанными именно в это время – это большая заслуга и оценка того, что русский театр нужен. Русский театр работает хорошо, и его любят ценят не только зрители, но и критики, которым угодить очень сложно. Абсолютно согласен, абсолютно с Даной согласен, потому что в этом году, в общем-то, как никогда, я как сторожил театра могу это подтвердить, как никогда русский театр отмечен номинациями, большим количеством номинаций. И это радует, очень сильно радует, потому что интерес к театру и был всегда, а сейчас вот эти номинации подчеркивают то, что интерес к театру не угасает, интерес к театру все равно есть, и то, что оценивает высокое жюри «Спелманюнакц», это вот дорогого стоит. Сразу вопрос, ведь никогда не было такого разделения там на русского и латышского зрителя, и то, что вот приходят ведь люди, для которых русский язык не родной в театр, это тоже говорит о том, что им интересно наблюдать, смотреть за пьесами, за постановками. Безусловно, безусловно, и приходят уже давно, и латышский зритель очень активно ходит к нам в театр, и я, например, когда играю в спектакли, и у нас же есть в гримёрках трансляции, и перед началом спектакля слышим гургур зала, и очень много латышской речи, и это замечательно, это просто замечательно, что так много латышского зрителя приходит к нам в театр, тем более приходит на очень сложные пьесы, на русскую классику. Русская классика подразумевает старый русский язык. Да, спектакли идут в переводе, но, тем не менее, они вызывают интерес. Вот великолепный, сложнейший спектакль, последний «Виват, королева Виват», где вот занята и Дана, и Катя, номинированные на этого «Оскара». Ведь тоже крайне непростая пьеса, очень сложная по структуре, по языку, и тем не менее, ну, я не боюсь соврать, ну, половина зала. Половина зала сидит эта латышская публика, которой интересно это смотреть. Дана Юрьевна, добавляйте. Я поддержу вас, Игорь Яковлевич, вас не вижу, боюсь перебить. Абсолютно верно, и я еще знаю от директоров латышских театров, что они очень сильно переживают, что в русский театр латышская публика ходит, а в латышские театры русская публика, к сожалению, не ходит. Поэтому мы находимся в еще более привлекированном состоянии, что мы действительно способны заинтересовать обе публики. Если их разделять на языки, то да, действительно, в наш театр очень-очень много латышского зрителя ходит, и мы, конечно, статистику официальную не проводили, но я бы сказала, что более 45% это латышскоговорящие люди. Да, да, да. Поразительно. Что самого, ну, какие сюрпризы еще вы готовите, какие премьеры, насколько, ну, что сейчас, вот, чем порадуете в предстоящем сезоне? Да, наверное, я пробегусь. Конечно. Значит, сейчас в декабре мы опять сыграем рождественский концерт, который наши зрители все хотят и хотят видеть. Это новогодний концерт 2019 года. Мы его в этом году еще раз сыграем, в декабре. Сейчас у нас состоит уже 24 ноября, уже на этой неделе, премьера собачьего сезона в Булгаково. Уже когда? Когда? 24 ноября уже. Буквально в этот четвертый. В этот четвертый. В этот четвертый, например. Да. Для нас радостно, что все билеты уже проданы до конца календарного года на собачье сезон. Может быть, еще пару таких можно найти, но совсем скоро будет в ритуале продажа февраля. Январь уже в продаже. Поэтому люди, которые хотят покрыть собачье сердце, я советую не задерживать испаковку билетов. В феврале у нас премьера Central Park West по Вуди Алину, режиссер Сергей Анатольевич Галамат. Дальше 7 апреля нас ожидает премьера Гамлет, режиссер Веструс Кайриш. И весной большую форму мы закончим спектаклем Парайнису, Индулвис и Ария. И сегодня рассказала про премьеры, которые состоятся тоже буквально в ноябре премьера. Брэйт Росталя. Вот. В следующий сезон мы уже знаем, что у нас будет новый новогодний концерт, который мы приготавливаем летом. Мы его апректируем летом, зимой будем играть. Так вот, у нас появилась новая ниша, особая ниша. До нас дошла информация, что впредь кукольный театр в Риге не будет делать постановку на русском языке для детей. Поэтому детская аудитория приходит к нам. И мы теперь будем особо задумываться о нашем маленьком зрителе. И в следующем сезоне у нас состоится премьера на большой сцене. Это будет или Золуско, или Карлсон. Мы еще решаем, что это будет. Также будут «Грехи экстримы». Замечательная комедия, которая шла у нас много лет назад. Главной ролью была Ирина Егоровна. И, конечно же, 2 октября мы попытаемся удивить нашего зрителя громким названием, так как нам будет уже 140 лет. Что это будет за название, решает Сергей Анатольевич Голомазов, который сейчас находится в активном поиске. Это то, что я могу озвучить из известных планов нашего театра. Дана, скажите, пожалуйста, что касается кукольного театра и этого акцента на маленького зрителя. Часть труппы кукольного театра перейдет ли в театр Чехова? Нет, не перейдет. Нам, мне, конечно, предлагали рассмотреть несколько человек нашу труппу, но, к сожалению, такой возможности у нас нет. Пополнить нашу труппу еще более большим количеством людей. И мы и так за этот сезон взяли, по-моему, 6 новых ребят. С Украины, России и Слату. Насколько было... Это богато место. Да. Насколько было легко ввести этих новых ребят, вы упомянули Украину в наши спектакли? Знать очень легко, потому что ребята очень талантливые. У нас тут много заявок висит в электронных почтах. Каждый день приходят десятки писем от людей из Белоруссии, из Украины, из России и из других стран. С просьбой взять их в театр, потому что люди... Ну, они бегут. Бегут от тех мест, где им жить больше невозможно. По разным причинам. Ну, конечно же, взять всех мы не можем. Поэтому мы проводили несколько кастингов. И из этих кастингов более сильные, лучшие кандидаты попали в нашу труппу. И поэтому с ними никаких проблем нет. Они вводят очень быстро роли. Они регистрируют новые роли с большим удовольствием. И никаких рецензий для мериканий не возникает абсолютно. Сколько... Вот мы все время говорим о премьерах, о планах на будущее. Сколько вообще живет театральная постановка? Можно ли назвать какие-то постановки-посторожилы в театре имени Чехова, которые годами собирают все равно публику? У нас было довольно много названий, которые жили годами. На хозах поставил точку на годы ковида. По финансовым соображениям нам пришлось все-таки пар почистить. Из того, что сейчас осталось, наверное, два названия, которым 13 лет. Это метод Грюнхельма. Это Граненка. Игорь Яковлевич, помогите мне. Может быть, еще что-то? А, наверное, все. Потому что буквально перед ковидом ушел самый большой спектакль «Долгожители» — это «Голодранцы и аристократы» и «Одесса. Город Колдовской», которые шли почти 20 лет. Почти. Вот. Если бы не ковид, наверное, и продолжали бы идти, потому что эти спектакли собирали залы. Просто собирали полные залы. Но, к сожалению, вот такова реальность, и из этой реальности театр, на мой взгляд, героически пытается выходить. А сколько вообще, ну вот, средний срок жизни спектакля? Ну вот смотрите, Дана Юрьевна назвала два названия. Я еще даже так удивился, думаю, как? Вот совсем недавно уже были премьеры. Ничего подобного. Конечно, 13 лет. 13 лет Грюнхельму и, соответственно, Граненка, которая пользуется сумасшедшей популярностью, и зрители ходят по нескольку раз. Когда-то в нашем театре была совершенно изумительная комедия «Ужин дураков». В постановке ныне покойного Романа Козака спектакль прошел тоже лет 17 при полных аншлагах. Я знаю людей, которые ходили по 12 раз на этот спектакль, зная его наизусть, водили своих друзей. И та же история, очевидно, происходит с Граненкой, с Грюнхельмом. Рига ведь в сущности тут нечего сравнивать. Относительно небольшой город по численности. И к нам из-за ковида, из-за многих военных, к сожалению, событий перестал приезжать зритель, ну, гости перестали приезжать, особенно русскоговорящие гости из разных стран. И поэтому, конечно, количество зрителей сократилось, особенно в летний период сейчас. Но, тем не менее, спектакли живут, пользуются успехом. И дай бог, чтобы так продолжалось и дальше. Чем, в принципе, лучше всего удивить зрителя, поскольку кажется, что уже зритель настолько искушен, что, ну, видел абсолютно все. Вот театр, продолжая развиваться, что он предлагает зрителю? Мюзиклы, развлечения какие-то, комедии или более сложные спектакли? Дана Юрьевна, чем будем удивлять? Да, отвечаю. Здесь очень важно сохранить баланс. Неправильно сваливаться в одну или в другую сторону. Мне кажется, что театр должен предлагать человеку максимальное количество жанров и стилей спектакля. Особенно, что в наш театр ходят такие разные зрители. Русскоговорящие и латышские зрители, они по менталитету очень-очень сильно отличаются. В репертуаре должна быть и серьезная драматургия, решенная в современном стиле, в классическом стиле. Должны быть музыкальные спектакли, но в меру. Должны быть комедии, должны быть детские спектакли, должны быть в меру и концерты, как новогодние концерты. Мы пытаемся, Сергей Анатольевич пытается строить репертуар так, чтобы он был интересен, востребованным нашей большой аудитории зрителей, и перещал также нового современного зрителя, который к нам, вот молодой, допустим, зритель, латышко-говорящий, это самая сложная аудитория, чтобы ему тоже было интересно прийти к нам и увидеть то, что понятно ему и хотелось бы видеть ему. Поэтому, если вы еще не информированы, то у нас создана карта, так же, как есть карта в МИТО, с направлениями разных ветвей. Мы создали большую карту, этот пакат находится у нашей кассы, можно найти его на домашней странице. Мы создали направления стилей наших спектаклей. И разделили их на классическую драматургию, на современную, на современную режиссуру, на комедию, драму и так далее. И человек, приходя к театру до того, как купил билет, может выбрать свое направление и выбрать тот спектакль, который соответствует его ожиданиям, его желаниям сегодня увидеть то, что он хочет. Будьте что-то серьезное или более легкое, когда человек делает выбор осознанно, тогда и вечером проводит наиболее приятно, и послевкусие посещения театра, конечно же, всегда будет тем самым, которым он ожидал. — Такой любопытный подход, интересное решение. А вот скажите, театр Чехова, он экспериментирует со стилями, он экспериментирует с формами, с площадками начали экспериментировать, тот же самый Ханзасперон, где будет вот так, ну и проходит вот так. Иммерсивная постановка может ли появиться в ближайшее время на сцене вашего театра? — Все возможно, все можно, если придет интересный молодой режиссер с горящими глазами, который скажет, «Я вот очень хочу, я знаю, и вот я так сделаю, и придет публика там, которая придет, я знаю, что она захочет это видеть, ну почему бы и нет? Дадим возможность по-дому режиссеру поставить такой спектакль на конкретной площадке, где будет интересно конкретному зрителю». На мой взгляд, нужно подходить очень правильно. Вы упомянули новые площадки, почему мы экспериментируем с площадками. Допустим, концерт Овик Трицое, он прошел бы плохо на сцене нашего театра, потому что это особая атмосфера, это атмосфера театра. И Трицое все-таки урбанист, это человек, реформатор, с ним больше остается какая-то другая инфраструктура. Допустим, Ханзес Перронт, он абсолютно в атмосфере подходит именно стилю мышления Виктора Цоя. И когда Роман Смирнов, режиссер, непосредственно друг Виктора Цоя, пришел на Ханзес Перронт и увидел это пространство, не было никаких вопросов, что этот концерт должен проходить именно там. Причем он проходит шикарно, без вопросов тех зрителей, которые пришли бы, допустим, в театр, в нашу театальную атмосферу. И это стоим бы никак не пересекалось эмоционально. В той среде абсолютно попадает в этот стиль мышления, в эту музыку. Поэтому то, что зритель получает в итоге, абсолютно совпадает с его ожиданием. А вот, Игорь Яковлевич, у меня такой вопрос. Все-таки вот если мы говорим, да, вот новые какие-то интересные вини, концерты и так далее, но вот классический момент магии театра, когда актер, может быть, без даже декорации, может оказаться один на сцене, какой-то большой монолог, и вот держать зал, вот насколько вот это вот ощущение, ну вот из вашей практики, когда вот есть ощущение, что весь зал просто вот замер, и действительно вот слышно, как летит муха, и вот когда вот все смотрят просто на одного актера, и он держит этот зал, и он может выдерживать и паузы, и вот буквально вот это вот, это то, что я называю магией театра. Это еще называется мастерством. Вот. Ну, во-первых, если говорить серьезно, хотел шутить, честно говоря. Вы же у меня спрашиваете. Хотел шутить. Нет, шутить не буду. Дело в том, что это действительно фантастический, момент, когда ты, ну, если хотите, управляешь залом. Управляешь не залом. Управляешь той мыслью, которую пытаешься донести до этого зала. И если ситуация, которая нас окружает, если спектакль соответствует тематике сегодняшнего времени, каким-то болевым точкам, тогда вот этими монологами, этими обращениями в зал, ты понимаешь, что ты... Это на таком эмоциональном уровне ощущается. Зал слушает тебя до такой степени, как вы говорите, слышно, как муха летит. Но это только если та мысль, которую несет артист, совпадает с теми ощущениями, с теми восприятиями жизненными, восприятиями зала, вот тогда и происходит этот фантастический контакт, чего добивается каждый актер. Мастерством. Вот я и хотел об этом сказать. Ну что нам... Мастерство представителей театра имени Михаила Чехова оценили, потому что номинированы четыре человека на награду с Пелмнюнакц. Церемония награждения пройдет в театре Дайлас 23-го уже числа, ноября, то есть послезавтра. Разумеется, желаем победы, успеха. Держим кулаки. И аплодируем, конечно же. Спасибо. Как обычно. И ходим на новые и проверенные времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова